Дневник садовода Огородника В первой половине марта, когда миновала угроза сильных заморозков, можно приступить к обрезке ягодных кустарников, смородины и крыжовника. По мере таяния снега вокруг деревьев наложите на стволы ловчие пояса. Сверху пояса должны быть туго обвязаны шпагатом, а снизу слабее. Уже нужно начинать подготовку к посеву белого чайной капусты. Перед посевом семена поместите на 20 минут в горячую воду, а затем на 3 минуты в холодную и просушите до сыпучести. В середине месяца посейте астр. Перед посевом семена опудрите фунгицидом, а почву пролейте его раствором. Ну а еще больше полезной информации о дачных работах в это время вы найдете в пятом номере журнала Дневник садовода Огородник. Спрашивайте его в киосках в продаже пресс и в магазинах для садоводов, либо оформите подписку на издание. О черенковании хризантем нам расскажет Ольга Андреевна Мухина, ведущий научный сотрудник Следовательского института имени Лисовенко. Культура хризантем в Алтайском крае набирает у садоводов-любителей популярность. С каждым годом все больше и больше. В основном в открытом грунте в Сибири выращиваем мы мелкоцветные хризантемы. Они у нас зимуют под укрытием, цветут с конца августа, весь сентябрь, если стоит хорошая погода, то цветение мы наблюдаем и в октябре. Чтобы сохранить редкие виды хризантем, или же для размножения, можно с осени выкопать или взять горизонтальные отводки и посадить в горшки. А весной и даже зимой их можно черенковать, но процент окоренения выше весной будет, чем зимой. Для того, чтобы взять черенок на окоренение, черенкуем мы травянистые побеги, не одревесневшие. Мы срезаем верхушечку с побега, убираем нижние листики и либо ставим в воду, либо высаживаем в песок. Чистый течной песок и прикрываем его либо пленочным пакетом, либо стаканчиком. В воде в течение 10 дней образуются вот такие корешки. Не надо дожидаться, когда образуется очень большая корневая система. Потом при посадке она может обломиться или растение будет плохо приживаться. Укорененные черенки мы высаживаем, например, в кассеты. Поливаем кассеты. Вот так вот вилочкой делаем луночку, чтобы туда лучше вода ушла, не разливалась. И высаживаем, не загибая корневую систему кверху. Прямо так вот. Легко и просто. И то же самое здесь. Вот сюда. Сейчас сверху еще польем. И потом мы их регулярно поливаем, и они начинают расти. Когда они подрастут, мы можем верхушечку с них также срезать и опять укоренять. Многие сорта дают столоны. Столонообразные вот они побеги. Вот один был побег. А с возрастом он дает столоны. Мы их также потом будем использовать на черенкование. И таким образом с одного растения мы можем получить и 10, и 20, и даже больше укорененных черенков. Хоризонтемы отличаются по махровости цветков. Это не махровые. Вот полумахровые цветки. Махровые. По величине цветка есть совсем мелкие. Есть покрупнее цветки. И, естественно, разнообразные по окраске. И белые, и ярко-желтые, и двухцветные. Разнообразные окраски сорта. С вами была Наталья Плужникова, главный редактор журнала «Дневник садовода Огородника». Если у вас есть вопросы, связанные с выращиванием растений, обращайтесь к нам в редакцию по телефону 506-238. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова